Музыка Основной целью моего доклада это представить вам комплексную научно-техническую программу Флагман, которая рассчитана на ближайшие 4-5 лет Собственно говоря, показать предпосылки возникновения этой программы Ну и некий задел, который есть конкретно у нашего научно-исследовательского института системных исследований РАН Хотя программа включает в себя взаимодействие ведущих вузов и научно-исследовательских институтов Москвы, России И ряда крупных организаций поддерживается Минпромторгом, Министерством образования и науки Ну и рядом крупных предприятий Название моего доклада «Новое кибероружие» Ну, собственно говоря, это то, против чего программа «Флагман» направлена И хотелось бы пояснить, что конкретно здесь в рамках этого доклада имеется в виду В качестве, скажем так, некой иллюстрации Привожу сведения о двух, скажем так, ну может быть типичных таких, но разных по существу ситуациях Один – это нашумевший в свое время вирус ваннокрай, шифровальщик На слайде вы можете видеть, как, собственно говоря, он работает И хотелось бы подчеркнуть, что, ну как, собственно говоря, вирусы работают, как злоумышленники всякие работают Они используют имеющиеся уязвимости Уязвимости в программном обеспечении, в аппаратном обеспечении, в операционной системе Уязвимости могут быть разные Скажем, как вы, наверное, все знаете Есть такая уязвимость «бэкдор» Это некая возможность, которая, в принципе, может быть предусмотрена самим разработчиком Для каких-то своих внутренних сервисных целей, но которая создает некую лазейку Для возможных каких-то вредительских действий Ну и вот, собственно говоря, уязвимость всем нам известной операционной системы Windows Плюс эксплойт, бэкдор, все это комбинируется Собственно говоря, когда этот вирус попал на компьютер Он сканирует локальную сеть Плюс случайно выбранные адреса интернет То есть, хочу подчеркнуть, что этот вирус, вообще говоря, не нацелен строго на компьютер Ну, не знаю, главного бухгалтера или компьютер, управляющий турбиной или еще чем-нибудь То есть, собственно говоря, цель этого вируса определяется вот перечнем того, что приведено на слайде То есть, операционная система определенная плюс определенные уязвимости Если удалось, устанавливается Если не удалось, ну, собственно говоря, и не устанавливается Вирус в свое время, значит, нанес довольно большой ущерб Как компьютерам рядовых пользователей Так блокировал работу в том числе, скажем так, отделов полиции Некоторых в Российской Федерации И уязвимость, собственно говоря, уязвимость протокола SMB версии 1 Подтверждена во всех абсолютно Была подтверждена в свое время во всех абсолютно версиях Microsoft Windows Собственно говоря, Microsoft рекомендовала эту возможность отключить И те, кто своевременно отреагировал, как бы избежали угрозы И еще хотелось бы один момент подчеркнуть, что в ранних версиях этой программы Был предусмотрен своего рода дистанционный выключатель Этот выключатель был найден одним из программистов И он заключался в том, что вирус проверял наличие в интернете определенного сайта Если этот сайт присутствует, то, собственно говоря, вирус деактивируется И удаляет себя Однако, тут тоже есть некоторый момент Скажем, вот этот вирус поразил в том числе Ряд компьютеров, в том числе задействованных в технологических процессах Например, всемирно известной фирмы TSMC Которая занимается производством микроэлектроники И, собственно говоря, деактивироваться он не мог Как раз потому, что в целях безопасности Эти компьютеры не имели выхода в интернет Ну и, собственно говоря А на флешке, видимо, кто-то пронес Другой вирус TaxNet Как раз вот эти самые разрушения Центрифуг по обогащению урана Для иранской ядерной программы Хотелось бы подчеркнуть, что здесь есть принципиальное отличие От предыдущего вируса Да, конечно, здесь тоже эксплуатируются Уязвимости объекта атаки, скажем так Но здесь досконально изучаются все особенности Скажем так, не оружие массового поражения Как в предыдущем вирусе Ванна Край Не специализированы А строго специализированный, скажем так Инструмент специально разработанный Для перехвата управления Именно технологическим процессом Причем конкретного предприятия То есть это определенное программное обеспечение Определенное аппаратное обеспечение Уязвимости именно этих программных и аппаратных систем И обратите внимание, что даже каким-то образом Злоумышленники получили два действительных цифровых сертификата Ну и, собственно говоря, вирус своей цели достиг То есть ущерб соответствующий он нанес Сейчас можно видеть по доступной в том числе в интернете информации Что это действительно была специальная операция Специальная операция Агентства национальной безопасности США Можно видеть соответствующие публикации Ну и вирус своей цели достиг Но, однако, он на этом не остановился Хоть он и был рассчитан на определенный объект Однако он был обнаружен в том числе и на других объектах Ну вот, скажем, на одной, значит, в компьютерной сети Одной из атомных станций Ну, собственно говоря, вот примеры Которые сходу можно было найти для моего региона Где я проживаю, да В Сибири у нас в основном нефтегазовая отрасль развита Газпрому принудительно отключили импортную технику через спутник Ну, тут нельзя сказать, наверное, что это вирус Что это какое-то, скажем так Может быть, даже нельзя назвать это кибератакой Наверное, это можно просто назвать дистанционным управлением То есть, когда сама такая возможность, в принципе, у фирмы есть При определенных, скажем так, политических и прочих ситуациях Сама такая возможность может быть использована Для нанесения ущерба, соответственно, нашей промышленности Ну, или другой пример, тоже достаточно масштабный Здесь признано, что это была кибератака Это отключение Венесуэли Теперь, значит, ну, про аппаратную часть Вот хотелось бы отметить То есть устройство, которое большинство из нас с вами широко использует Здесь, правда, конечно, здесь идет в первую очередь речь не о системах управления технологическими процессами Хотя и о них тоже, если они, например, на базе соответствующих изделий Intel построены То есть, вообще говоря, внутри интеловских, скажем так, и процессоров, и чипсетов на системных платах Есть соответствующие устройства, которые широко, скажем так, может быть, не освещаются Используются, может быть, в первую очередь для каких-то технологических целей Самой фирмы Intel Для, скажем так, каких-то, ну, да, для технологических целей Но, тем не менее, они, во-первых, иллюстрируют то, что теоретически сама фирма Intel может иметь доступ к любым, значит, информационным потокам Внутри компьютера, базирующегося на чипсете, соответственно, Intel Причем, соответствующие аппаратные возможности могут располагаться, как я уже сказал, совершенно у различных микросхемок Недавно это в данный доклад не вошло Скажем так, в 2019 году в журнале Hacker, например, была опубликована новая уязвимость Ну, скажем так, не уязвимость, а соответствующая аппаратная возможность В одной из микросхем располагается фактически полноценный логический анализатор То есть он располагается, опять-таки, для технологических целей Но факт в том, что он не подконтролен операционной системе, работающей на компьютере И в то же время имеет доступ ко всем информационным потокам Ну, а логический анализатор это что? Скажем, если у нас по какой-то, скажем, по последовательному порту идет общение по протоколу Modbus Логический анализатор позволяет перехватить, собственно говоря, сам сигнал А программное обеспечение, которое широко доступно, в том числе и с открытым исходным кодом Позволяет декодировать, а что же там передается То есть если вот эти вот импульсы двоичные, которые передаются Представляют собой, например, команды по протоколу Modbus, то они легко дешифруются Ну, таким образом, вообще говоря, вот эти вот возможности Они могут предоставлять доступ практически ко всем нашим ресурсам И программными средствами зачастую это невозможно контролировать Управлять этим Ну, вот, значит, о том, как зарубежные производители относятся, собственно говоря, к сбору информации о нас А, собственно говоря, для проработки кибератаки, как уже ранее было сказано по поводу вируса StaxNet Нужна детальная информация об, скажем так, об объекте атаки О том, как с нас собирают данные, был, например, недавно хороший доклад Ссылочка на слайде приведена Но факт в том, что очень многие фирмы, даже без особых каких-то, скажем так, предупреждений Собирают информацию Называется, собираем телеметрию Ну, наверное, аргументируется, что для каких-то благих целей Но, тем не менее И хотелось бы отметить, что даже если мы используем, например, компьютер не с операционной системой Windows А, например, с Linux Если вы хотите Или вам нужно работать в графическом режиме с хорошим разрешением Скорее всего, вам придется использовать видеокарту от одного из известных производителей Либо на чипсете NVIDIA, либо на чипсете AMD А хорошую производительность там дают только проприетарные драйверы И мы опять приходим к той ситуации, когда, значит, о нас могут что-нибудь собирать Ну и, собственно говоря, вот мы небольшой эксперимент проводили Значит, мои коллеги в нашем Сургутском университете Напровели следующий эксперимент Значит, отслеживали, что происходит на компьютерном классе Обнаружено что? Что не всегда, вообще говоря, можно объяснить, чем компьютер занимается И почему он так себя ведет То есть, когда видно, что, скажем так, работают определенные процессы Значит, и, соответственно, меняется температура Там, скорость вращения вентилятора, там, и так далее, и так далее Память загружена чем-то Когда эти вещи друг с другом согласуются То, ну, понятно, наверное А вот вопросы возникают, когда компьютер вроде бы ничего не делает То есть, простой, ночной Обновление не устанавливается Антивирус в данный момент не работает Ну, то есть, непонятно, чем занимается Какие-то резкие повышения энергопотребления Причем, скажем так, память не задействована То есть, ну, это эксперимент, который, в принципе, любой, кто заинтересован, может повторить Теперь мы все ближе подбираемся непосредственно к той программе «Флагман», о которой я сказал в начале доклада Программа «Флагман», она ориентирована именно на создание доверенных систем управления для систем с критической миссией Более того, мы пока что, скажем так, немного сузили Ну, не немного Сузили нашу, скажем так, сферу интересов на предприятие ТЭК Это, значит, соответственно, предприятие нефтегазовой отрасли Значит, и предприятие атомной отрасли Из нашего взаимодействия с коллегами соответствующих предприятий Одна из уязвимостей, которая обнаружена, это, собственно говоря, управление насосами Ну, собственно, ранее были центрифуги Да, кстати, то, что было на слайде, но я забыл подчеркнуть Вот Стакснет, это пример, наверное, первый, может быть, в истории Когда соответствующее программное обеспечение выводило из строя оборудование Причем выводило из строя оборудование как? Из подваль, незаметное То есть, дело было не в том, что системы, центрифуги, соответственно, в один момент встали Отказались работать Нет, они работали, но параметры их работы задавались таким образом Чтобы с течением времени незаметно эти центрифуги разрушались То есть, когда произошел сбой и, соответственно, просто прекратила эта центрифуга работать Ну, там, не знаю, поменяли контроллер Переустановили программное обеспечение И, наверное, оно заработало А так, получается, что долгое время эти центрифуги работали в нештатном режиме Незаметно для операторов и вышли из строя Вот, собственно говоря, для того, чтобы понимать такие угрозы И для того, чтобы корректно им противостоять Нужны модели работы, скажем так, некие штатные профили функционирования соответствующих устройств Понятно, что здесь невозможно говорить о неких продуктах широкого назначения То есть, это определенный перечень устройств, которые могут быть уязвимы И для которых соответствующие модели нужно строить Конечно, это цель соответствующих научных исследований Ну, про законодательную часть, про нормативную базу я говорить не буду много Потому что здесь есть люди, которые говорили и скажут об этом более квалифицированно Значит, для нас, как для научно-исследовательского института Академии наук Значит, конечно же, законы обязательны для всех Но, тем не менее, мы еще и можем выступать с некой инициативой По каким-то конкретным предложениям И, собственно говоря, часть программы «Флагман» направлена и на работу с нормативной базой На ее проработку, на выработку некоторых предложений Ну, вот, собственно говоря, то, о чем я, скажем так, несколько развернуто рассказал Здесь сведено на один слайд То есть, угроза для систем с критической миссией Явной угрозой является то, что Значительная часть управляющего Значит, и аппаратного, и программного обеспечения Разработана зарубежными компаниями Причем, многие из них управляются из Америки Это дает возможность, зная определенные уязвимости Разрабатывать, скажем так, точно нацеленные Точно нацеленные кибероружия для Ну, собственно говоря, для всяких нехороших целей Что мы можем сделать в рамках нынешней ситуации Как уже было сказано Тотальные импортозамещения как-то не удается пока что Ну, что же можно сделать Вот для этих целей программа «Флагманы» предназначена Это, как я уже сказал, длительная программа Она включает в себя серию научно-исследовательских работ Которые уже ведутся Впоследствии по результатам, полученным научным результатам По теоретическим неким Предполагается проведение опытно-конструкторских разработок И, собственно говоря, программа разбита на несколько проектов Собственно говоря, от более такой теоретической и нормативной части И непосредственно к конкретным изделиям Программно-аппаратным комплексам Собственно говоря, первый проект Вот он ориентируется как раз на нормативную базу Ну, собственно говоря Вообще, наша цель Цель этой программы «Флагман» Построить в идеале Такую систему, которая функционировала бы в любом случае То есть и даже для случая использования Скажем так Неких импортных Неподконтрольных нам программных средств Все равно, чтобы можно было каким-либо образом Во всяком случае увидеть, что происходит нечто нештатное Повторюсь, речь не идет о программных и аппаратных средствах общего назначения Это только для перечня, скажем так, определенных объектов Для которых можно, собственно говоря, построить какой-то профиль штатного функционирования Сопоставить Но это не отменяет необходимости разработки доверенного аппаратного обеспечения В котором не было бы, ну, во всяком случае Каких-то иностранных, недокументированных возможностей И, соответственно, программного обеспечения Как системного, так и прикладного Один из проектов программы «Флагман» ориентирован на проработку нормативной базы И теоретических каких-то основ Остальные проекты, значит, все более точная проработка Следующие этапы То есть реализация соответствующих программных и аппаратных средств Подготовка, собственно говоря, конкретных изделий Аппаратно-программных комплексов Задел для этого есть То есть научно-исследовательский институт системных исследований РАН Значит, занимается разработкой микроэлектроники Ну, в прошлые годы в основном для, значит, оборонных целей А сейчас в рамках конверсии, в том числе и для гражданских целей Есть ряд наших микропроцессоров И хотелось бы подчеркнуть, что, скажем так, ориентирование на создание именно безопасных систем У нас эти технологии отработаны еще с СССР Ну, конечно, есть конкретно наши микроэлектронные, значит, изделия Этот процессор, значит, здесь два процессора на кристалле Он, скорее, для создания неких, скажем так, рабочих мест и так далее Это для встраиваемых систем Есть изделия на этих микропроцессорах То есть, вот конкретно этот контроллер уже был опробирован для автоматизации работы системы заправок В одной нефтегазовой компании В принципе, заказчик это устраивает Есть ряд наших разработок для автоматизации именно в нефтегазовом комплексе Значит, вот, соответственно, контроллер разработан для автоматизации кустовых насосных станций И, в принципе, развитие предыдущего изделия, значит, которое сейчас активно тестируется с нашими партнерами из нефтегазовой отрасли Вот, значит, такой программируемый логический контроллер Есть у нас своя операционная система реального времени ОСРВ То есть, задел есть Ну и, значит, в целом, хотелось бы отметить, что изделия, которые здесь показаны, это только изделия нашей, не ИСИ Да, но, конечно, как я уже говорил В программе «Флагман» участвует много, значит, научных организаций и вузов Значит, и соответствующие предприятия-партнеры И в случае успешной реализации хотелось бы надеяться, что, ну, скажем так, многих целей можно добиться Но, вообще говоря, в том числе хотелось бы, конечно, чтобы появился некий синергетический эффект В виде развития в целом микроэлектронной промышленности в России Спасибо.